Обещал повторить третий раз, это время настало, да, реальная квалификация в таких направлениях, как творчество, креатив, решение научных задач может встречаться в сто или тысячи раз, да, это так. Кого это интересует, задавайте вопросы, детально рассмотрим 19-го по повлияемым параметрам, как бы, да. А сейчас мы переходим к очень важной части, которая сегодняшнего, как бы, открытия, такая же методическая часть, давайте. Вот, посмотрите внимательно, то есть советую внимательно перечитать еще завтра, вот, если хотите, можете найти это высказывание. Я не проверял, как бы, я с книгой работал, наверняка есть в интернете и так далее. Вот, очень неглупый Георгий Валентинович Плеханов, ряд авторов считают первым русским марксистом, что похоже на правду. Вот, просто, просто, коснулся какого-то вопроса и дальше просто нечто выдумал из головы. Вот, как выдумал, так и написал. Дальше это начинает цитироваться, никак не поводя никаких исследований, ничего. Вот, на курсе «Викенд» считается хорошим тоном писать. Это метафора, это гипотеза, это факт, это закономерность, то есть, чтобы не вводить в заблуждение. Вот это недодуманная мысль. Таких недодуманных мыслей и у русских, и у европейских авторов эшелонами. Ну, просто помните об этом. Просто помните об этом, да. Ну, и, соответственно, невольный обман, как бы, новичков, как бы, да. Теперь давайте смотрим стандартные формулы обманов, которые набит YouTube особенно. Давайте посмотрим. Следующий слайд, пожалуйста, модерат. Так вот, чем набит YouTube? Ну, YouTube набит картинкой, вот видите, мозг на фоне интерьера грузинского ресторанчика, скажу я вам, и некая идея. Значит, безумное количество людей пересказывают, в том числе Ричарда Сапольски, повторяют фамилию. То есть, на этой неделе начнем публиковать Яндекс.Зен, потом усидим Сапольского, значит, как бы, вот и все, да. Соответственно, если не врать новичкам, если не врать своим зрителям, существуют современные варианты решения различных задач. Я в данном случае настолько важен, что зачитаю, чтобы те, кто будет прослушивать нас на YouTube, тоже это услышали. Первое. Просто в списке типовых ошибок. Есть у нас такая поговорка, которую старички и старожилы знают, новички услышат впервые. Масса людей, мужчин и женщин, очень любят рассказывать про свою уникальность. Чем столичнее, тем уникальнее. Это весь бардак продолжается ровно до тех пор, пока женщины или мужчины не начинают что-то делать. Работать на выставочном стенде, писать книгу, писать статью, писать вопросы на курсе векент. Тут оказывается, что у мужчин и у женщин, которые все говорили, что они уникальны, прямо как у Ивлева, они делают одинаковые ошибки. Еще раз. Уникальные люди делают одинаковые ошибки, когда они начинают не болтать, а действовать. Советую этот тез записать. Еще раз. Когда люди начинают действовать, они делают одинаковые ошибки. Обычно таких одинаковых ошибок 10-20. В очень сложных ситуациях, там у пилотов, например, их там бы десятки и сотни. Так вот, списки типовых ошибок, они не позволяют творить, они просто позволяют исключать типовые, выпавшие кирпичи из фундамента. И у нас дом просто прочно стоит. Далее. Хорошо бы это оформили чек-листы. Ни в Московском университете, ни в Петербургском университете не рассказывают, как из списка типовых ошибок сделать грамотный чек-лист. Проверяйте, пожалуйста. Чек-листы примерно то же самое, только грамотно методически выстроены. Там есть ряд непростых моментов, которые на сегодняшний день крупнейшими нашими университетами просто не освоены. Бывают как бы. Третье. Списки лучших практик. Ну, я повторяю, примерно на русскоязычную книжку в 400 страниц хорошо, если есть один пример. Ну, вот как бы, да, то есть один пример. А вот, ну, хорошо, если два, как бы. Хороший пример такой, не затертый, дыр, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, вот мы там собираем лучшие практики, и когда мы обобщим 50-60 хотя бы хороших примеров, у нас появляются зачатки хорошей теории, очень, возможно, на уровне страны или даже иногда выше. Талее. Четвертое. Системы эвристик, они же творческие примеры. Например, самое такое яркое проявление – три изгинных зауча Альшулера. У нас сегодня идет просмотр короткого видео. Это рекордное видео в мире. Значит, как бы 127 тысяч просмотров, благодаря стараниями Анатолия Александровича Ржачкова, да. Вот это видео, оно коротенькое, по-моему, там минут пять или семь. Оно ведь надо посмотреть, там очень, может быть, пересмотреть два-три раза. Там очень кратко рассказано, что такое прием. Плюс я сейчас очень кратко расскажу, да. Соответственно, прием может быть один и решать десятки, сотни, тысяч, десятки тысяч задач. Вы не ослышались. Вот, соответственно, вот помимо мозга и идеи, как бы, то есть мозг прекрасен тем, что он решает, пытается решать любую задачу. Но как универсальное средство, оно всегда хуже неких специализированных вещей, которые вот причинительно ниже. Так вот, как раз на курсе Викент мы занимаемся то, что написано черным. Мозг-идея – это, пожалуйста, куда-то там к психологам, которые запутались. И, соответственно, у нас, вероятно, будет в сентябре домашнее задание, вам будет дано 115 лучших работ по психологии, 115 творчества с конца 19 века. Вы можете их поработать за вечер, после чего вы мне напишите письмо. Все годы мне пишут одинаковые письма, что там мне 35 лет, у меня там под началом 5 человек. В принципе, Игорь Ильич, все, что там написано, я, в принципе, почти все знала. Я не думала, что это выдающие достижения психологии за последние полтора века, например. Вот такое стандартное письмо мне пишется после ознакомления с выдающимися достижениями в области когнитивистики и психологии творчества. Их нет. Этот путь оказался тупиковым. Соответственно, то мы занимаемся дерьмом, периодически мне говорят кандидатши психологических наук. Я вот уже об этом говорил. Делайте дальше. Сейчас важная часть будет. Вот некий очень такой размытый, слабенький чек-лист из Средневековья. Из сотен примеров, которые я мог себя поставить, я выбрал его, потому что он такой очень наивный и, мне кажется, поэтому запоминающийся. Могу ошибаться, но мне кажется, он очень торчал, потому что есть какие-то там выставочные чек-листы, чек-листы по написанию статей, но они как-то тяжелые, длинные, а этот такой глупенький и запоминающийся. Вот. Идемте дальше. Вот, пожалуйста, кого интересуют чек-листы. По-английски чек-лист, так и читается чек-лист. По-русски надо использовать темы на список контрольных вопросов. Кто еще хочет 40, пожалуйста, вперед. И средская тема тоже вперед. Соответственно, ну идемте дальше. Вот, пожалуйста, посмотрите. Наша программа компьютерная с неудачным названием. Вот, Экспо – это такая программа по решению выставочных задач, продажных задач, маркетинговых задач, пиарских задач. Почему название неудачное? Там получилось 2300 рекламоносителей. Это крупнейшее собрание в мире. Вы не ослышались. Ни в России, ни в Европе. Когда я рассказываю об этой программе, и присутствуют какие-то люди, которые на визитке пишут, что они очень здорово понимают в продажах, я прошу их очень вежливо, вот, пока я рассказываю, помолчать. Люди начинают понимать, что я говорю. И вот вы видите, в левом нижнем углу там показано 141 решение. То есть, если у вас быстро работают, быстро бегают руки по клавиатуре, вы получаете 141 решение, ну, примерно секунд за 30. Я не говорю себе. Вот, но разбирать придется целый вечер. Ну, ничего не входит. Соответственно, программа, с помощью этой программы очередного премьера Израиля делали. Поскольку делали премьеры ученики, я вот очень хорошо знаю, она в штабе работала. И так далее, и так далее. Вот 141 решение всего лишь. Вот спокойно смотрим результат мирового уровня. Спокойно смотрим, да. Вот, и вот обратите внимание, вот здесь мозга вообще нет. Более того, программа, программка умненькая, многое считают в животике. Многое считают в животике, как бы, так далее, так далее, так далее, вот, как бы, да. Вот такая программка есть, да, программка есть. Это одно из таких наших мировых достижений. Ну, я надеюсь, что соотечественники радуются за меня, да. Да, проверяли нас, как бы, и израильтяне, и знакомые американцы. Они не нашли аналогов. Техни, там какие-то аспиранские работы есть, крохотные, в штате. Вот, ну, в штатах, в Таунсонском университете, в частности. Ну, это, конечно, бред, как бы, да. Ну, идемте дальше. Посмотрели, хватит. Далее, более сложная вещь, как бы, прошу мне поверить, вот, система приемов позволяет. То есть, она не гарантирует счастья, коммунизм и то, что мы поженимся. Но профессионально приемы, если их много, соответственно, выводят в область хороших решений. Генрих Сруч Альшуллер и Игорь Леонардович Викентьев, Тая, доказали, что в развитых методических системах должно быть 200-300 приемов. За весь классический тризм только одному человеку, Игорь Леонардович Викентьеву, удалось найти новый прием. Все остальные тризм мира не смогли предложить новый прием. Не смогли, бывает, 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 да. Но тем не менее, то есть, еще и еще раз, развитая методическая система, которую мы учим на курсе, 200-300 приемов, и мы накрываем предметную область, как быковцу. Ни в Академии наук, ни в Академии образования этому не обучают. Ну, я уж не говорю там про Сколково и так далее. Давай, идемте дальше, да. Да, я надеюсь, вы начинаете понимать, что квалификация может отличаться в сотни и тысячи раз. На всякий случай, мы обучаем бесплатно. Еще раз. Вот очень простенький такой детский пример для детей. Можно перечитать. Причем, по-моему, сама книжка тоже какая-то полудетская. Нет, в роне детская, художник. Ну, что-то такое в этом есть. Все очень прочненько, очень наглядно. А мы идем дальше. Давайте, идемте дальше. Вот, посмотрите, пожалуйста, человек вошел через тысячелетие в историю. Жил до нашей эры. Вот моя работа. Ну, вот как бы некое упрощение из моей работы по Сократу. На самом деле там больше, но я сделал некое упрощение. Мне сейчас как бы очень важна идея приемов. Идея приемов, как преобразовать. Приемы изучают не мозг, это, пожалуйста, к психологам, у которых уже полтора века нет результатов, а как бы к профессионалам. То есть, как вот перевести ситуацию из состояния А в состояние Б. Иногда приемы действуют последовательно, иногда они делают параллельно, иногда они действуют с обратной связью, иногда приемы образуют характерную сеть с нелинейностями. Но об этом не сегодня. Сегодня мы идем дальше. Соответственно, вот как бы львиная болезнь, загаза, психологический эффект, что когда перед человеком возникает некая творческая задача, или научная, либо задача, не дай бог, большинство людей, и мальчики, и девочки, и женщины, и взрослые мужчины, они пытаются не решить задачу, они пытаются успокоиться. Соответственно, все это очень похоже на что, где, когда. Но еще раз напоминаю, целевая функция, что, где, когда – это шоу, а не решение серьезных качественных задач. Серьезные качественные задачи – это к нам. Соответственно, в пределах сентября у нас пойдет матрица знаний решения Викентиева, которая создана на основе опыта, как работают, их несколько человек всего лишь, лучшие тризисы мира. Ряд из них, мои учеников, – это фраза для умных. Это фраза для умных. Идемте дальше. Соответственно, у нас нет рекламы в наших видео, но где-то месяц-два назад YouTube, принудительно, не спрашивая нас, стал ставить свою рекламу. То есть, если вы видите рекламу, то ее поставили не мы. Я был постоянно против чужой рекламы в наших видео, поскольку видео так концентрировано, смотреть сложно, вот еще нам какой-то дурацкой рекламы не хватало. Но, тем не менее, повторяю, мы себе добровольно отрезали источники финансирования. Кто понимает уровень, на который мы уже работаем, на котором остальные люди будут работать, в следующий из 15-20, соответственно, пожалуйста, вы можете помочь нам с софинансированием, потому что производство видео – это непростая такая, ну, что ли, вещь. Соответственно, если вы направляете деньги «YouMoney» или «Яндекс.Деньги», так называемые, это как раз целиком идет на видео. Там есть счет в Сбербанке, там может пойти на книги, на что-то еще и так далее. Кто хочет именно финансировать наше видео, все указано, как бы, да, ну и так далее. Ну, идемте дальше. Два года я и коллеги проверяли, нам удалось создать наиболее интеллектуальный русскоязычный видеоканал. Что это означает? Это означает, что там есть умные видео, интеллектуальные видео, методические видео. Кроме того, нигде вы не встретите на русскоязычном пространстве, по крайней мере, мы очень много смотрели, естественно, не все, но очень много. Там очень умные комментарии. Соответственно, люди признаются, в том числе тот, кто сейчас находится в чате, что иногда для одного комментария, как бы, на портале «Викенд», человек потратил 3-4 часа, то есть 3-4 часа человек потратил на этом канале. Соответственно, особенно женщины, наши женщины, только они тоже есть в чате, они очень ценят, что здесь, на этом видеоканале, их защищают от придурков, от интернет-придурков, которые пишут то, что, как бы, находится там, то, что они называют головой, скажем так, да. Поэтому моя задача – создать комфортные условия для обсуждения очень сложных, непонятных, неизученных явлений в области творчества, развития личности, от детенышей до пенсионеров, как бы, да. Соответственно, два главных правила, независимо от, как бы, независимо от, как бы, имя, отчество, фамилия, даже если вы зарегистрированы как-то иначе, либо, если вам очень дорог ваш никнейм, пожалуйста, вы пишите «Красный дракоша», бывают такие люди «Красный дракоша», дальше пишет там «Иван Иванович Иванов», как бы. Соответственно, бан делается сразу, без предупреждения и навсегда, то есть уже стоит небольшая очередь с воплями «возьмите меня обратно», а мы не берем. То есть, соответственно, те, кто умеет читать, еще раз внимательно почитайте вот это, отметьте, что это надо почитать, и, соответственно, мы делаем комфортную атмосферу в русской академической слэш университетской традиции, когда мы уважаем собеседника. То есть, соответственно, мы можем сказать собеседнику, там, уважаемый такой-то, 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 вероятно, вы далеки от истины. Вот это такое нормальное, церемонное, очень уважительное отношение. Вот, как бы, поэтому выполняйте наши правила. Все правила, они очень простые, они проверены временем, никто повторить не может. Вы видите, ниже, вот, V8D. Еще раз, никто повторить не может, включая крупнейшие университеты. Вот, ну, а мы идемте дальше, как бы, да. В 11-13 году sig утриж mangoнировать вảихаемый. В 12-13 году. 35-13-ным году. В 11-15 году.